Это видео, это начало серии, цикла небольших видеороликов, посвященных такой теме, как начало инвестиций. В общем, в этих видеороликах я расскажу вам основу инвестиционного процесса, а также мы поговорим о том, какие инструменты существуют, как правильно строить инвестиционные портфели, базовые принципы построения инвестиционных портфелей и так далее, и так далее. Этот курс – это основа всей вашей работы, потому что в процессе обучения людей, а возможно многие не знают, одно из направлений монетизации моих знаний, кроме доверительного управления и консультационной деятельности – это проведение курсов, то есть я обучаю людей, помогаю им самостоятельно управлять своим капиталом. И вот несмотря на то, что многие приходят уже с определенным каким-то бэкграундом, они имеют представление, как читать финансовую отчетность, как выбирать компании, самых базовых основ у них нет. И, соответственно, невозможно построить устойчивый дом без хорошего фундамента. Так вот, в этом цикле я, в общем-то, дам вам этот самый фундамент, который в дальнейшем вам уже позволит получать более профессиональные знания и, соответственно, более эффективно работать на финансовых рынках. Так вот, этот цикл лекций будет состоять из трех видео, и в этом видеоролике мы поговорим с вами о том, а почему же кто-то вообще, в принципе, платит вам деньги, когда вы занимаетесь инвестициями. И первое, с чего мы с вами должны начать, это, наверное, рассмотреть такой вопрос, а для чего же, в принципе, инвестировать деньги? Ну, многие скажут, Андрей, ну ты дурак, конечно же, заработать деньги. Но на самом деле заработать деньги можно различными способами. Можно, там, не знаю, что-то пойти продавать, что-то делать, там, строить дома, писать какие-то программы, не знаю, можно заниматься консультационной деятельностью, если вы хороший специалист и так далее. Но ведь все эти активности требуют от нас определенного времени, определенных сил и так далее. Но мы, инвестируя деньги, хотим избавить себя от этого. То есть мы хотим получить ситуацию, когда наш капитал работает на нас, генерирует для нас деньги. Так вот, в общем-то, основная суть инвестирования – это стать владельцем этого капитала. То есть стать владельцем капитала, который будет работать на нас. И, соответственно, вот, имея капитал, становясь собственником капитала, мы имеем возможность купить у общества назад наше с вами время. То есть для того, чтобы нам не нужно было, там, идти совершать какую-то активность, чтобы закрыть наши какие-то определенные потребности. Как же это сделать? Дело в том, что в современной финансовой системе капитал – это ценность. То есть тысяча долларов – это одна ценность, миллион долларов – другая, 100 миллионов – миллиард, третья, четвертая и так далее. То есть капитал – это эквивалент какой-то ценности. Соответственно, для того, чтобы получить капитал, для того, чтобы получить какую-то ценность, вы должны обществу изначально эту ценность отдать. Конечно же, существуют определенные неэффективности, можно там деньги украсть, кого-то обмануть и так далее. Но это скорее недостатки текущей финансовой системы. Но базовые принципы звучат именно так. То есть для того, чтобы заработать капитал, вы должны создать ценность для общества. То есть дать ценность обществу, а общество взамен наградит вас капиталом, который эквивалентен ценности. Как это сделать? На самом деле все очень просто. Для того, чтобы дать миру ценность, вы должны стать участником цепочки по ее созданию. И тут есть несколько вариантов. То есть вы можете стать собственником бизнеса, который что-то делает, занимается ремонтом техники, продает какую-то технику, открыть какое-то производство, начать писать игры, развлекать людей и так далее. Либо вы можете дать капитал, то есть помочь бизнесу для того, чтобы он в дальнейшем существовал и развивался. То есть два варианта. Либо вы самостоятельно создаете какой-то бизнес, какую-то структуру и даете миру ценность. Либо вы помогаете другим людям, которые соответственно дают миру ценность своим капиталом. То есть вы являетесь инвестором. Что очень важно, что существует определенное заблуждение, что вот вроде бы как, когда мы покупаем акции на вторичном рынке, на бирже, то мы особо никак не помогаем миру в получении ценности. На самом деле это не так. Дело в том, что индикативная цена компании на рынке помогает компании в дальнейшем привлекать капитал. Занимать деньги в долг, делать вторичные размещения и так далее, и так далее. Ну яркий пример это компания Tesla, которая сделала вторичное размещение при оценке в 500 миллиардов долларов. То есть они продали 1% за 5 миллиардов. То есть представляете, 1% компании всего лишь продали и получили 5 миллиардов. То есть это огромные деньги, которые в дальнейшем они пустили на развитие своего бизнеса. И соответственно на использование окружающих ресурсов для того, чтобы генерировать для общества ценность. Но получили они эту возможность как раз таки благодаря инвесторам, которые покупая акции на вторичном рынке, создали вот эту индикативную цену компании Tesla, которая и позволила Tesla продать всего лишь очень маленький пакет акций и получить огромные деньги. То есть в любом случае инвесторы, которые покупают акции даже на вторичном рынке, они участвуют вот в этом процессе по созданию ценности. Если вы эффективный предприниматель, вы эффективно используете ресурсы для создания своего бизнеса, либо же вы эффективный инвестор, вы выбираете правильные компании, которые в свою очередь эффективно используют ресурсы и дают обществу достаточно ценности, общество награждает вас капиталом. То есть вы, например, проинвестировали 100 тысяч долларов, заработали 200. То есть 200 тысяч долларов уже дают вам гораздо больше прав для того, чтобы в дальнейшем участвовать вот в этом процессе распределения ресурсов. То есть общество награждает вас капиталом, который дает вам право голосовать за компанию, либо же создавать компании, если вы эффективный предприниматель, который использует окружающиеся ресурсы для создания ценности. То есть, соответственно, если вы либо сами создали эффективный бизнес, который использует ресурсы, определенное количество ресурсов, но дает обществу достаточно ценности, то есть общество говорит, да, вот эта комбинация ресурсов нас устраивает, соответственно, мы готовы за это платить, соответственно, общество награждает вас капиталом, который позволяет вам в дальнейшем, то есть оно дает вам больше капитала как эффективному бизнесмену, как эффективному инвестору, дает вам больше капитала, то есть больше права для дальнейшего участия вот в этом процессе распределения ресурсов. Потому что все, что мы с вами по сути делаем, как вот социум, да, наша же с вами задача, так как количество ресурсов, которые есть у нас вокруг, природных, людских и так далее, оно ограничено, эффективно эти ресурсы использовать. И, в общем-то, рынок капитала для этого и служит. Основная суть рынка капитала как раз-таки в распределении ресурсов. Поэтому, если вы эффективный инвестор, если вы эффективный предприниматель, общество награждает вас капиталом, который, соответственно, в дальнейшем вам позволяет участвовать вот в этом процессе распределения ресурсов. Далее, как это сделать? То есть, понятно, с одной стороны, мы можем создать бизнес, но так как мы хотим общество купить наше время, то есть мы не хотим строить бизнес, мы хотим инвестировать, то есть мы хотим тратить на это минимум времени, у нас для этого есть два ключевых финансовых инструмента. Во-первых, это акции, во-вторых, это облигации. Что такое акция? Акция – это ценная бумага, которая дает вам право на часть активов компании, а также на часть ее прибыли. То есть, дивиденды, которые компания иногда выплачивает, это, в общем-то, часть прибыли. Хотя не всегда, те, кто у меня учится, знают, что в финансовой отчетности понятно, откуда идут деньги. Зачастую деньги идут совершенно не с прибыли, но это уже как бы другая история. Тем не менее, если компания платит дивиденды и вы владеете акциями данной компании, то, соответственно, вы имеете право на часть этих дивидендов. То есть, акция, по сути, это доля в бизнесе компании. То есть, это могут быть как публичные торгуемые акции, когда мы идем и покупаем, например, акции Apple, так это может быть просто доля в уставном капитале какой-то частной компании. То есть, условно, к вам пришел ваш друг, говорит, что я хочу создать бизнес, мне нужны для этого деньги. Вы кладете деньги в уставной капитал, получаете там какую-то долю и, соответственно, получаете акции этой компании, получаете право на часть активов этой компании и на часть ее прибыли. То есть, с акциями все более-менее понятно, с облигациями немножко сложнее. Облигация – это долговой инструмент, по которому выплачиваются купоны, то есть, по которым выплачиваются проценты. Вообще, количество разнообразий, облигации огромное. Существуют бескупонные облигации, существуют конвертируемые облигации, существуют облигации с привязкой к какому-то индексу, например, к инфляции, либо к какому-то бенчмарку плюс какой-то спред и так далее. То есть, там огромное-огромное количество различных форм долга. Но, тем не менее, в общем, в своем понимании, облигация – это форма долга. То есть, соответственно, вы кому-то даете в долг и по этому долгу получаете определенные проценты. Очень важно, что контруинтуитивно для большинства инвесторов, что цена облигации имеет обратную корреляцию с ее доходностью. Ну, казалось бы, нелогично. По облигации растет доходность, соответственно, эта облигация должна дорожать. Но, на самом деле, здесь это интуитивно как бы так. Но, на самом деле, когда мы начинаем разбираться, все становится понятно, что доходность и стоимость облигации имеют обратную корреляцию. Давайте разберем с вами, почему так происходит. Предположим, у нас есть облигация на один год и тело облигации 100 долларов. То есть, мы кому-то отдали 100 долларов. Ежегодный купон по данной облигации 5 долларов, то есть 5%. Так вот, если, соответственно, рыночная доходность у нас 5%, то стоимость данной облигации будет 100 долларов. Все очень просто. Но, если рыночная доходность меняется, и, например, рыночная доходность сейчас составляет 6%, так вот, облигация нам платит всего лишь 5 долларов. И для того, чтобы мы вот этими 5 долларами получили 6% доходности, соответственно, стоимость облигации у нас должна упасть. То есть, мы берем тело облигации, добавляем сюда тот доход в виде купонов, который мы получаем, делим на 1.06, то есть, соответственно, чтобы получить 6% доходность, и получаем вот эту цену. То есть, получается так, что при росте доходности, рыночной доходности, стоимость облигации начинает падать. И наоборот, если у нас доходности упали, так как у нас облигация, например, рыночная доходность составляет 4%, а по облигации мы получаем купон, соответственно, 5%, то для того, чтобы вот этот купон составлял у нас 4%, стоимость облигации должна вырасти. Поэтому, когда мы говорим о том, что доходности на рынке облигаций у нас растут, мы говорим о том, что стоимость облигации у нас падает, А когда мы говорим о том, что доходности у нас падают, это говорит о том, что стоимость облигаций у нас растет. На этом первая лекция у нас подошла к концу. Для тех, кто хочет углубить свои знания и хочет заниматься инвестициями профессионально, по ссылке в описании вы найдете мой полный авторский курс, который закрывает абсолютно все вопросы касательно работы на финансовых рынках. От построения портфелей до выбора отдельных компаний, до оценки стоимости этой компании, потому что большинство инвесторов, когда покупают условные акции Apple, вообще не имеют даже представления, сколько эти акции в принципе должны стоить. Соответственно, алгоритм расчета справедливой стоимости компании также есть в рамках данного курса он идет бонусом. Ну и многое-многое другое. То есть использование опционов, выбор точек входа, выбор долей под конкретные компании, контроль рисков, фиксация прибыли. В общем, все, что необходимо, все на этом курсе закрыто. Подробности будут в описании к этому видео. Там же вы найдете мои контакты, по которым сможете как задать вопросы, так и записаться на данный курс. Ну а теперь точно все. Если понравилось видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.